Так, окей, а у нас сегодня тема Ницше и Ницше как система, то есть философия Ницше как система. У меня нюанс в том, что мне надо в пять уже уезжать, поэтому надо постараться. Что? Тогда без перерыва. Ну, либо без перерыва, либо мы сделаем доклад, я думаю, что я уложусь, не знаю, как обычно, в час двадцать, постараюсь достаточно содержательно все изложить, а потом маленький перерыв и еще небольшое обсуждение. Но тогда для того, чтобы экономить время, я постараюсь сразу к сути и без того, чтобы там долгие делать какие-то вступления и вещи, которые, может быть, могут поспособствовать пониманию, но тем не менее попробуем сразу по существу. Значит, философия Ницше, вот мы заявили, что попробуем разобрать ее как систему. Почему? Потому что существует распространенное мнение, что Ницше в систему никак не возводится. И на самом-то деле, ну, многое говорит в пользу этого утверждения, потому что, беря практически любую работу Ницше, грубо говоря, это абзацы, которые как-то скомпилированы в книгу, просто абзацы определенных размышлений. Даже если говорить там, ну, если говорить о том же, так говорил Заратустер, это параграфы, которые просто вот собраны в книгу, если говорить там о утренней заре, там уже больше абзацы и так далее. То есть, и ни стиль, ни манера, ни содержание, ну, как-то не возводятся в систему, особенно, когда мы уже такие вот разбалованные Гегелем, Кантом и всеми остальными, хотим уже вот настолько системную работу, чтобы ты открыл от первой до последней страницы, у тебя там четко, последовательно все было уже как-то вот так вот упорядочено. Значит, у Ницше однозначно не так, при этом метафорический, символический, поэтический язык, который вообще, получается, расходится с классической немецкой философией, которая была в 19 столетии, в частности, присуща, то есть, не получается у нас система. С другой стороны, Ницше это человек, который вот сложно будет найти, наверное, в 20 столетии какого-нибудь действительно значимого философа, на которого так или иначе Ницше бы не повлиял, ну, или, по крайней мере, проигнорировать Ницше вообще невозможно в 20 столетии. Соответственно, ну, довольно странно, что человек, чьи идеи повлияли на всю последующую будущность, скажем так, не имел какого-то конкретного месседжа, который он хотел бы донести, и каких-то конкретных, ну, более или менее целостных размышлений, которые можно дальше передавать. Другой вопрос, как он их изложил. Так вот, читая Ницше самостоятельно, по крайней мере, мне, найти там системность очень сложно. Иногда вообще сложно даже, ну, не находя системности, не находя каких-то ключевых позиций, которые он пытается донести. Иногда сложно, в принципе, понять его тексты. То есть, когда ты не понимаешь ключевую мысль, к чему это все идет, ну, читаешь и просто вот как будто путаница какая-то, и, ну, сложно достаточно. Поэтому, конечно, очень помогают здесь те люди, которые Ницше комментировали, и все-таки, по моему убеждению, вот такого гения, как Ницше, идеально, ну, хорошо читать в интерпретации другого гения. Вот это прекрасно. Ну, потому что он там раскрывает то, что не всегда очевидно при собственном прочтении. И те, кто действительно занимался детально довольно интерпретациями философии Ницше, вот в начале 20-го столетия, в первой половине 20-го столетия, это были Хайдеггер и Ясперс. Оба заслуживают внимания, но в данном случае мы больше сконцентрируемся на том, как комментировал Хайдеггер, а не Ясперс. И Хайдеггер именно усматривает в философии Ницше систему и претендует на то, чтобы эту систему раскрыть. Конкретно это двухтомник Хайдеггера, который вышел, здравствуйте, который вышел, под названием, изначально он вышел Ницше, том 1, Ницше, том 2, да, ну, в итоге они приобрели название, первый называется Der Wille zu Macht als Kunst, это первый том, который я переведу сейчас как воля к власти, как искусство, хотя вот с этим воля к власти мы сейчас будем обсуждать, что это вообще, вот, что там с властью, с этой, да. А второй том Ницше, который на сегодняшний день называется Европейский нигилизм, известен как Европейский нигилизм, это первая часть этого тома, и вторая часть, то есть это по-русски будет бытийное, бытийно-историческое назначение нигилизма, то есть разбирается проект нигилизма. Также есть такая работа, речь его, кто такой Ницшанский Заратустра, и цикл лекций, книга, что зовется мышлением. Вот, грубо говоря, из вот этих вот четырех работ я сделал некоторую компиляцию, хотя, по-хорошему, каждая из этих работ заслуживает отдельного доклада, и, может быть, мы их сделаем, но я решил в данном случае выделить какие-то вот ключевые позиции из этих всех четырех работ для того, чтобы попробовать раскрыть, в чем, собственно, суть системы, но не только суть системы, но и попробовать, то есть в чем система и в чем суть системы, вот о чем будет идти речь по моему определенному усмотрению. Значит, сразу к сути, пять позиций, которые выделяет Хайдегер в работе «Европейский нигилизм», которые являются основанием системы философии Ницша. То есть он утверждает, что эта система есть. Пять позиций. Это «Воля к власти», «Дервилецомахт», «Вечное возвращение того же самого», «Переоценка всех ценностей», «Сверхчеловек» и «Нигилизм». Вот эти пять позиций, которые, раскрыв, можно будет понять вообще, каким образом Хайдегер утверждает, что система внешянской философии есть. И при этом вот перечисленные вещи, «Воля к власти», «Вечное возвращение того же самого», «Переоценка всех ценностей», «Сверхчеловек» и «Нигилизм», они бесспорно связаны между собой и именно являются элементами системы, по утверждению Хайдегера. И их внутреннюю взаимосвязь мы тоже сегодня рассмотрим. Но сначала нужно рассмотреть каждую позицию по существу, чем она является. И мы по интерпретации, опять же, Хайдегера, хотя он ссылается на конкретные позиции, у Ницше он обосновывает это все, обосновывает очень пространно. Так вот, начнем с первой позиции «Воли к власти», которая переводится, по-немецки звучит как «Der Wille zu Macht». «Macht», как известно, это эквивалент английского «power», да, «power» может быть мощность, может быть сила, может быть власть, может быть разные вещи вообще. То есть власть на самом-то деле у нас по-русски имеет сразу вот такой вот сразу коннотации «власть над кем», и сразу хочется сказать о политической власти или еще о чем-то, да. В русском есть слово «мощь», мне кажется, лучше всего подходить. Вероятно, да. Я тоже так думаю, особенно учитывая, что тот же Хайдегер даже подмечает, что действительно Ницше всегда использует именно «Der Wille zu Macht», но у него бывает очень часто в разных контекстах, он заменяет «macht» и «craft». «Craft» — это вот уже сила, вот это вот просто уже сила. То есть скорее, да, вот воля к мощи, воля к силе, и чем является вот этот вот концепт, он является неким, по утверждению Ницше, неким с одной стороны метафизическим принципом, с другой стороны антропологическим принципом. Грубо говоря, если это принцип метафизический, воля «Der Wille zu Macht», не хочется его употреблять по этим принятым русским переводам, то, само собой, человек как часть всего сущего, собственно, входит в эту метафизическую концепцию и тоже является тем, сущностью чего есть «Der Wille zu Macht», воля к силе. Давайте будем переводить сегодня «Воля к силе». Значит, что это означает? Это означает, собственно, ну вообще вот сущность того, как природа функционирует, я бы сказал, как функционирует вообще все, то есть природа — это может тоже какая-то отдельная часть сущего, да, а вот традиционная метафизика всегда задавалась вопросом, что есть сущее как таковое. Но когда мы говорим о том, что есть сущее, мы неминуемо задаемся вопросом, что значит быть чем-то вообще. То есть мы задаемся вопросом, что значит сущее и как сущее есть. Так вот, что значит сущее и как сущее есть, по мысли Хайдеггера, Ницше отвечает, оно есть как воля к власти, оно есть как некое вечное становление и некое вечное стремление к самопревосходству, к преодолению своих собственных пределов, и так, по мнению Хайдеггера, существует, в смысле по интерпретации Хайдеггера, по мнению Ницше, существует в принципе все сущее, включительно с человеком. Сразу же здесь, наверное, возникает определенный вопрос, что о какой вообще метафизике можно говорить, если Ницше называл себя антиметафизиком. И это такой же самый сложный вопрос, как и, например, там Ясперс в работе Ницше и христианства он пытается провести какие-то христологические параллели между философией Ницше и христианством, а Ницше называл себя безбожником, то есть вот у него есть там это, где он пишет, что мы безбожники и антиметафизики, и пошел там дальше. Вот он такой безбожник и метафизик, о какой метафизике можно говорить. Хайдегер говорит одну секундочку, не так все просто. Да, действительно, Ницше борется со всей метафизикой, всей предшествующей метафизикой, включительно с христианством. Он ознаменовал своей философией конец метафизики, конец западной метафизики, но это не значит, что он не выходит на определенные позиции о том, как вообще есть все сущее. И в рамках того, как есть все сущее, он выходит на некие новые позиции, которые, как ни крути, все-таки сформируют некую новую метафизическую модель. Поэтому по версии Хайдегера Ницше, будучи антиметафизиком, тем не менее, вот может быть снова-таки в рамках вот этого концепта, его же переоценки всех ценностей, все-таки формирует некое новое видение действительного, которое тематизируется до снова метафизической концепции. Значит, о чем, собственно, идет речь еще несколько слов о воле к силе и о воле в принципе. Отмечает Хайдегер в работе «Что зовется мышлением», что Ницше все-таки испытал много влияния, и мы не будем сейчас анализировать все влияния, которые испытал Ницше, потому что это очень долго. Тот же Тарас Лютый, например, посвятил этому там серьезный кусок огромнейшего тома Ницше, Ницше самоперавершене, то есть вот если кому-то интересно все влияния Ницше, то можно прочесть там. А вот мы скажем то, о чем написал Хайдегер в «Что зовется мышлением». Он писал только о традиции немецкой классической философии и перечислил, начиная с Шеллинга, некоторых великих философов этого периода, которые на Ницше повлияли, которых он читал, хотя с многими не соглашался или там не соглашался со всеми, или не соглашался по некоторым позициям, тем не менее влияние испытал. Так вот, относительно Шеллинга, говорит Хайдегер, что это тот человек, который первый сформулировал то, что называется по-немецки «волен ист урзайн», «хотеть» — это пробытие. То есть вот этот вот вопрос пробытия, некого первоначала, первооснования, которым задавались все философы, или не все, может быть, но большинство, которые претендовали на то, чтобы найти, поставить фундаментальные вопросы и найти на них фундаментальные ответы, вот великие философы, начиная там с античности, то есть те философы, которые действительно ставили вопросы, ну, наиболее глобальные для человеческого бытия, собственно, что есть бытие, что есть сущее, что значит мыслить, и вот такие вопросы. Они, как ни крути, всегда искали вот то, что Шеллинг называет урзайн, пробытие. Хотя в своих работах они, это, ну, терминологически, вот это искомое может отличаться. Так вот, ну, то есть, грубо говоря, мы можем сказать, что Платон где-то искал, там, мир эйдосов, Аристотель говорил в метафизике о ноезис-ноезус, да, мышлении о мышлении, которое у него, в принципе, отождествляется с Богом, с божественностью. То есть всегда вот это первое, первое начало было искомым. Так вот, Хайдегер говорит, Шеллинг ввел вот то, что волен, вот это желание, это и есть пробытие. Пробытие живет, пробытие, не знаю, как правильно сказать, функционирует. Суть пробытия – это вот это вот желание, волен. Вот движение, которое оно осуществляет, оно вот почему-то, ну, почему-то, вот это воля, грубо говоря. Также Хайдегер сразу же отмечает, что на самом-то деле задача каждого великого философа – это не внести в философию что-то новое, но актуализировать вечное. Это он говорит в работе Дервиле Цо Махтальскунст. Он говорит, что у Ницше такая репутация, как будто бы он в 19-м столетии вот перевернул как-то вот всю философию. Как будто бы он внес настолько много новаторских идей, что мы до сих пор не можем с ними справиться. Ну, их переосмыслить и так далее, но он говорит, нет, это не так. Мы должны отобрать у Ницше звание, репутацию новатора, потому что новаторством в философии на самом-то деле занимаются посредственности. Вот что-то просто привнести новое – это, ну, это заслуга, но не великая заслуга. Удел великих – это актуализировать вечный философский вопрос. Актуализация вечного философского вопроса так, чтобы он при этом был еще и актуален в ту эпоху и в ту среду, в которой он излагается, вот это удел великого философа. И Хайдегер говорит, что Ницше как раз и является таким великим философом, который нового не принес, но актуализировал вечное. И здесь, на самом-то деле, когда Хайдегера обвиняют в том, что он тоже со многими спорил, в работе «Что значит, что зовется мышлением?» он говорит, что по-настоящему люди, изучающие философию и философы, никогда не идут против великих философов. Они идут им навстречу. У него есть такие понятия, что «да геген гейн», как «идти против» и «энд геген гейн». Это как бы «идти навстречу». В рамках идти философам навстречу могут возникать некие противостояния. Но на самом-то деле все великие философы, даже если они между собой как-то противоречат, в каких-то терминах, в каких-то позициях и так далее, они тем не менее все говорят об одном, тем не менее все актуализируют вечный философский вопрос, который, собственно, является неким вопросом, который вообще ознаменовал то, что есть философия как таковая, ознаменовал ту парадигму человеческого мышления, человеческого бытия, который и породил вот такую сферу человеческой деятельности, как философия. Соответственно, вот Хайдегер здесь определенным образом сводит все позиции великих философов под одно и то же стремление и ставит Ницше в их ряд. Говоря о том, что Шеллинг назвал волю или желание пробытием, он в частности говорит о Лейбнице, когда говорит, что у Лейбница это монада, и у монады жизнь монады определяется тем, что по-немецки называется анштребен. То есть, грубо говоря, это вроде как желание тоже, то есть тоже желать. Вот монада это та частица, которая, собственно, с одной стороны неделимая, с другой стороны. Ну, в общем, монадологию мы уже разбирали, поэтому, я думаю, что кто был, тот помнит. Он говорит о Канте и Фихте, которые вот этот же концепт перевели в разумную волю, и разумная воля есть разум. То есть, для Канта это был разум. Вот, ну, грубо говоря, здесь разум и пробытие будут определенными эквивалентами. Просто вот, ну, если у кого-то это воля, у кого-то это разум, у кого-то это будет вечный, в смысле, абсолютная идея, да, у Гегеля. У Шопенгауэра это, опять же, воля, и Ницше возводит вот этот же, актуализирует вот этот вечный философский концепт, как волю к власти. То есть, через всех вот этих философов просматривается то, что они не противоречат друг другу, а наоборот, идя друг другу навстречу, актуализируя один и тот же вопрос, действительно могут в очень многих позициях определенным образом расходиться. Но это, опять же, тот же самый вопрос, о котором Аристотель писал, я повторюсь, в метафизике, как ноэзис-ноэзус, как мышление о самом мышлении, как промышление, вечный переводвигатель всего, который, собственно, есть центральный вопрос вообще всей западной философии. Так вот, получается, что вот это пробутие есть и основанием мышления. То есть, человеческое мышление, собственно, укоренено, опять же, вот, человеческое мышление укоренено в вопрошании о том, что значит быть. И вот эту вещь он обосновывает через энтологический тезис Парменида, который там по-русски переводится по-разному, но если там примитивный перевод, то это будет мыслить и быть есть одно. Но вот через, в частности, Парменида Хайдегер обосновывает вот основание бытия и мышления в неком едином таком вот комплексе, который и является предметом вечного философского вопрошания. И Ницше не отличается ничем от великих философов в том плане, что его стремлением было, опять же, постижение вот этого вот вечного философского вопроса, на который он ответил определенным образом и ответил именно вот этим концептом воля к власти, как принципом, собственно, всего, всего сущего. Кратко я здесь сошлюсь еще раз, потому что Хайдегер ссылается на это место в работе воля к власти, которая называется рекапитуляция. Он говорит, что задача, Ницше, это цитата из Ницше, что задача – это становлению, Верден по-немецки, становлению, придавать характер бытия. Вот высочайшая воля к власти. То есть становление – это, в принципе, ну, опять же, это определенный принцип, по которому все функционирует. Вот этому становлению придавать характер бытия – это и есть высочайшая воля к власти. То есть неким образом все приводить в соответствие, в соответствии с бытием, становление в соответствии с бытием. Вот это и есть воля к власти, и это и есть определенная суть, по которому сущее вообще функционирует, включительно с человеком. Значит, это, если несколько слов о воле к власти, и перейдем тогда к следующему концепту, вечное возвращение того же самого. Я сразу скажу, что если мы прорвемся сейчас через волю к силе, волю к власти, и вечное возвращение того же самого, как двумя вот этими первыми пунктами, там дальше уже немножко проще пойдет, поэтому надо разобраться сейчас, на них остановиться, а остальные три, остальные три это будет переоценка всех ценностей сверхчеловек и нигилизм, уже там немножко короче, потому что уже будет... Так вот, получается, мы разобрались с волей, немножко, но Хайдеггер задает вопрос, позволяет ли человек воле быть тем, чем она может быть? То есть, реализует ли человек волю, как вот этот вот метафизический принцип? Значит, и если воля к силе, воля к власти есть метафизический принцип, принцип всего сущего, соответственно, это и принцип человека, то если человек этот принцип не реализует, то, скорее всего, он не добивается того, чтобы возводить становление в характер бытия. Или еще раз сказать, не придавать становлению характера бытия. То есть, для того, чтобы придавать становлению характера бытия, нужно реализовывать эту волю к силе. И тут задает Хайдеггер, позволяет ли человек быть воле тем, чем она, собственно, есть, или чем она может быть? И здесь он говорит, независимо от того, как вот этот вот вопрос о пробытии, о воле, о разуме, о идее, интерпретировался в философской традиции, предикатами этого пробытия, этой воли всегда была вечность, независимость от времени, абсолютность и так далее. Вот такие вот вещи, кто бы как бы это не разбирал. И вот здесь вот эта независимость от времени, это здесь достаточно принципиальный вопрос. Потому что Хайдеггер говорит о том, что в вопросе о том, позволяет ли человек быть воле тем, чем ей, чем она могла бы быть, этот вопрос неминуемо упирается в то, как человек есть по отношению ко времени. То есть то, как человек знает о времени, то, как человек существует во времени, то, что человек считает временем, то, что такое время в принципе. И, то есть воля как метафизический принцип времени не знает. По крайней мере, именно так она вошла в любую интерпретацию любого великого философа, который рассуждал о вот этом вот фундаментальном метафизическом принципе. Он вне времени. И здесь разбирается вот этот вот концепт вечного возвращения того же самого, как того, каким образом человек относится ко времени и каким образом человек есть по отношению ко времени. И здесь нужно прочесть, я выписал те позиции, на которые Хайдеггер ссылается в работе, что значит, что зовется мышлением, когда он рассуждает о вечном возвращении того же самого. То есть это на самом-то деле один из самых сложных вообще у Ницше, одна из самых сложных идей, которую мало кто вообще берется интерпретировать. И сам Ницше, когда описывал, каким образом он вышел на вот эту вот идею вечного возвращения того же самого, то он пережил какое-то абсолютно мистическое такое озарение. Он там шел гулял, вдруг что-то случилось, озарение, и потом, когда он описывал даже своим друзьям или еще кому-то, он всегда переходил на шепот. Он шепотом рассказывал о вечном возвращении того же самого, потому что это было какое-то там абсолютно мистическое откровение в его жизни. И я же говорю, что мало кто берется это интерпретировать, но Хайдеггер берется. Он все-таки не знает этих всех проблем, он берется. Значит, и он ссылается в интерпретации вечного возвращения того же самого на определенное количество позиций из «Так говорил Заратустра». И эти отрывки мы зачитаем, и после того, как я их зачитаю, мы их разберем. То есть как понять, что такое вечное возвращение того же самого. Но еще раз, мы сейчас выходим, как мы вышли на это? Мы вышли на то, что есть метафизический принцип воли к власти или воли к силе. Мы вышли на то, что воля к силе – это тот же самый феномен, который разбирали другие великие философы. Мы могли называть его другими словами, но актуализировали вечное каждый из этих гениев. И как бы его кто не актуализировал, у каждого предикаты вот этого принципа была независимость от времени. Так вот, это отрывок второй части «Так говорил Заратустра», который называется «Фонда Эрлезунг» об избавлении. Несколько цитат просто из этого параграфа. «Воля – так называется освободитель и вестник радости. Так учил я вас, друзья мои. А теперь научитесь еще. Даже сама воля – пленница. Было – так называется скрежет зубовный и сокровенное горе воли. Бессильная против того, что уже сделано, она злобная зрительница всего прошедшего». То есть есть воля, оказывается, некой пленницей, даже сама воля. Есть некое было, которое является горем воли. Вот что это за пленница и что это за было? Дальше смотрим. «Воля не может хотеть вспять. Не может она победить время и остановить движение времени в этом сокровенное горе воли. Время не бежит назад, в этом гнев ее. Было – так называется камень, которого воля не может катить. Это и только это есть само мщение. Отвращение воли ко времени и к ее было». Вот здесь вот как бы вносится третья позиция – мщение. Вот у нас пленница, воля оказывается пленницей. Есть некое горе воли, которое является было. И есть некое мщение самой воли по отношению к вот этому горю, которое называется было, которое ее пленяет. «Значит, поистине, великая глупость живет в нашей воле». Тут в нашей уже воле, да. «И проклятием стало всему человечеству, что эта глупость научилась духу. Дух мщения». Другая из дырраха. Друзья мои, он был до сих пор лучшей мыслью людей. И где было страдание, там всегда должно быть наказание. «Хотеть освобождает». «Хотеть» – это волен, да, вот это «хотеть» – освобождает. «Чего только не придумает сама воля, чтобы освободиться от своего горя и посмеяться над своим тюремщиком». Ну и тут еще вдопавок. «Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, такого будущего, что вижу я». Значит, пока что не комментируя, немножко разобрались. Есть пленница, есть некие горе воли, которое было, есть мщение и есть дух мщения, который вдруг оказался лучшей мыслью человечества. И это поистине великая глупость живет в нашей воле, что это человечество научилось некому духу мщения. Мы это все разберем, не переживай. Некому духу мщения, который и пленяет. Ну просто у тебя такой обреченный взгляд. Все нормально, мы сейчас это все прокомментируем. Он понял, что воля его не все может. То есть воля является пленницей, поскольку некий дух мщения ее пленил. Сейчас мы это будем разбирать, но к следующему моменту. Это тоже вторая часть, которая называется «О тарантулах». Вторая часть, так говорил Заратустра, фрагмент «О тарантулах». Еще несколько цитат. «Ибо да будет человек избавлен от мести. Вот для меня мост, ведущий к высшей надежде. И радужное небо после долгих грез». Но другого хотят тарантулы. По нашему справедливость будет именно в том, чтобы мир был полон грозами нашего мщения. Мщению и позору хотим предать мы всех, кто не подобен нам. «Воля к равенству». Вот что должно отныне... Это комментарии вот этих вот тарантулов. Это фрагмент о тарантулах. Это тарантулы говорят. Тарантулы – это те, кого Ницше критикуют в данном случае. Тарантулы говорят, что по нашему справедливость будет именно в том, чтобы мир был полон грозами мщения. И тарантулы, опять же, заявляют «воля к равенству». Вот что должно отныне стать именем для добродетели. И против всего власть имущего поднимаем мы свой крик. И Ницше называет их проповедниками равенства. Вот этих вот тарантулов, которые проповедуют некую волю к мщению. То есть, что у нас в итоге получается? Получается, что в фрагменте о тарантулах описаны, собственно, социальные тенденции, которые преобладали в 19-м столетии. И которые Ницше, не входя глубоко в них, но часто где-то критиковал. То есть, всякие социализмы, всякие другие измы. Здесь где-то происходит и прививка против того, что Ницше могут там увязывать с национал-социализмом. Хотя это тоже, как по мне, беспочвенно. Значит, любые другие вещи, которые ведут к вот этой вот уравниловке, как к постоянному мщению. То есть, Ницше констатирует, что человечество, как своей лучшей мыслью, дошло до некой структуры человеческих взаимоотношений, как к вечному мщению. Человек постоянно пытается заняться тем, что исправлять какие-то вещи, которые ему причинили страдания. Другие люди причинили страдания, какие-то обстоятельства причинили страдания. И он же говорит, что... Я читал этот фрагмент, что везде, где было страдание, везде обязательно должно быть мщение. Человек, по сути своей, констатирует Ницше, в основном тем и занимается. Что мстит? Он мстит, как, грубо говоря, в судах, еще как юридическая система. Она постоянно пытается компенсировать. Он мстит экономически, потому что все человеческие взаимоотношения построены вокруг того, что ты мне, я тебе, сколько... То есть люди обмениваются товарами, услугами, собственными усилиями посредством денег. Финансовая система, она постоянно фиксирует каждую единицу затраченного какого-то человеческого усилия и так далее. То есть политика, которая постоянно пытается создать какие-то вещи, там, либо уравниловку, либо наоборот какую-то жесткую иерархию. Но все пребывают друг с другом в отношениях, которые Ницше характеризует как вот этот вот дух мести. И это Ницше называет лучшей мыслью, до которой человечество, на его горе, это лучшая мысль, до которой человечество вообще дошло в строении своей цивилизации. Так вот, проблема этого мщения в том, что оно постоянно апеллирует к прошлому. Оно постоянно апеллирует к тому, где было страдание. И Ницше говорит, что вот это было, это и есть горе воли. То есть человек апеллирует всегда к тому, что было и где он страдал. И вот туда пытается вернуться, совершив уже в нынешнем какие-то действия, которые якобы должны ему компенсировать то, что якобы было. Но неминуемо человек свое внимание посвящает прошлому, которое он пытается компенсировать посредством некого устремления, который продиктован духом мести. Дух мести есть пленник воли. Или воля есть пленница, потому что... Стоп, я сейчас перепутал. Не дух мести, а воля есть пленница, постольку, поскольку человек научился духу мести. Что это значит? Это значит, что, как... Опять же, я зачитывал этот фрагмент, что воля не может хотеть вспять. Воля не может хотеть быть обращена в прошлое. Воля может быть обращена только вот в... То есть по-настоящему воля раскрывается только тогда, когда она обращена на становление. И вот это становление, оно приобретает характер бытия. Но, вот констатирует Хайдгер, что среди всего сущего, именно в человеке, как сущим, воля наткнулась на такой феномен, что она не может реализовываться, потому что человек постоянно обращает ее в прошлое. Воля, которая не знает времени, которая независима от времени, она вдруг в человеке натыкается на камень, который сама не может катить. Она натыкается на некую иллюзию прошлого, к которому и обращены все силы человека, чтобы его как-то уравнять за счет... ориентируясь на дух мести. И здесь воля не может быть самой собой. Воля не может быть тем, чем она на самом-то деле может быть. Значит, и где, почему это возможно? Каким образом человек, каким образом и куда человек направляет волю, как этот вот вечный метафизический принцип сущего? Это возможно, и в работе «Что зовется мышлением Хайдегер» это очень детально, на протяжении долгих страниц объясняет, а я это скажу кратко. Это возможно постольку, поскольку человек мыслит, поскольку человек есть то сущие, которое способно мыслить. У него есть, ну скажем так, большие, более широкие способности, чем у другого сущего. И человек способен мыслить. И в рамках того, что человек мыслит, он не только есть во времени, он еще и осмысляет время. То есть дерево просто есть, да, вот оно просто есть, да, как оно есть, ну есть. Животное тоже просто есть. А вот человек есть, но еще и мыслит о том, что он есть. Вот в этом, собственно, и основание философии. Человек всегда мыслит о том, как он есть. И в рамках того, как он мыслит, он мыслит очень о всяких разных вещах. Но человеческое мышление часто заблуждается. Мыслит по одному о каких-то вещах, потом пересматривает, мыслит уже по-другому, постоянно актуализирует свои истины. Он постоянно находится в рамках своего мышления в каких-то заблуждениях. И это бы не самое страшное, но по-настоящему страшное. Это мысль человека о времени. О таком фундаментальном основании человеческого бытия, как бытие во времени. Или, может быть, время и есть, собственно, в частности, основанием бытия, как его описывает Хайдеггер в «Бытие и времени». Вот заблуждение, мыслительное заблуждение о том, что такое быть во времени, вот это и заводит волю в то состояние, когда она становится пленницей. Именно в мыслящем существе, каким является человек, воля находит свой камень, который не может катить. Почему? Потому что в человеческом мышлении возникает некое прошлое. Некое прошлое, которое воспринимается человеком как нечто актуальное, и в это прошлое, а не в нынешнее или в будущее, человек бросает все свои силы. Человек бросает все свои силы, будучи сориентирован мыслями о том, что есть некое прошлое, и ему нужно отомстить, потому что я в нем страдал. И вокруг этого он выстраивает все свои практики, все цивилизационные практики, начиная от политики, юриспруденции, ну, может быть, какие-то не все, какие-то не выстраивают. Но большинство, социальная жизнь, социальное взаимодействие человека, оно вокруг духа мести, и этот дух мести, который в человеческом мышлении, запутавшись, считает, что нечто прошлое есть, оно по-прежнему есть, это не позволяет воле быть в вот, то есть быть в нынешнем, реализовываться по-настоящему, быть устремленным к полноценной своей реализации. То есть только человеческое мышление может породить то, что порабощает волю. Вот в человеке воля нашла такой парадоксальный феномен, когда нашла камень, который сама не может катить. Хотя она и является принципом всего сущего. Ну вот человек создал такую штуковину. Так вот, получается, последний кусок, который я зачитаю, на который ссылается Хайдеггер в работе «Что зовется мышлением», это из третьей части Заратустры, который называется «О призраке и загадке», всего лишь несколько цитат отсюда. Он общается с карликом, «Карлик» — это метафора для разных, не будем сейчас называть для кого, ну там для разных там, ну в частности там карликами он в некоторых местах называет проповедников. «Взгляни на ворота карлик», продолжал я, «у них два лица, две дороги сходятся тут, по ним никто еще не проходил до конца. Этот длинный путь позади, он тянет целую вечность, а этот длинный путь впереди, другая вечность. Эти пути противоречат один другому, они сталкиваются лбами, и именно здесь у этих ворот они сходятся вместе. Название ворот написано наверху, мгновение». Вот через метафору вот этих ворот в этом абзаце «О призраке и загадке» он разбирает, в частности здесь, он разбирает концепцию вечного возвращения того же самого. он характеризует много раз вот это вот свойство воли как пленницы, как «видервиле des volens», по-моему так, то есть это отвращение воли как, собственно, к этой ситуации. Он говорит, что воля противится этой ситуации. И в концепции вот этого мгновения, в концепции вечного возвращения того же самого, по мнению Хайдеггера, Ницше усматривает некое примирение, некий конец этому отвращению. То есть желание вечного возвращения того же самого прекращает доминирование духа мести в человеческом существе. Если человек постоянно возвращается к, вот, грубо говоря, это вот этот снова-таки ницшанский концепт «Аморфати», который он даже не переводит с латыни, то есть как бы «полюби свою судьбу», или то, что он называет «беяен», то есть это как бы «всему говори да», то есть как бы принятие того, что есть, принятие этого мгновения, без того, чтобы апеллировать к прошлому в духе мести, вот это и есть то, что позволяет человеку открыться к нынешнему и открыться к будущему. И, собственно, прошлое в человеческом существе бесспорно есть, как то, что он осмысляет, но, как и у Хайдеггеров «Бытии и времени», мы не будем сейчас это разбирать детально, но, грубо говоря, вот эти вот модусы «Бытия», как прошлое, нынешнее и будущее, это все равно собирается ввод «Бытии», как просто ввод. То есть, грубо говоря, время – это цикл, который бьет сам в себя. И вот принятие такого времени, а не мышление о времени, как о вечной компенсаторности по отношению к прошлому, принятие такого времени пересаживает, вот, грубо говоря, пересаживает человека на другие антропологические основания, которые в нем есть, которые ему на самом-то деле присущи, и в нем должны быть раскрыты, но до которых человек пока что в своем мышлении не дошел. Человек не может принять вечное возвращение того же самого, как собственную сущность и собственную способность отношения к бытию, отношения к действительному, а из-за этого он порабощает волю и не способен позволить воле быть тем, чем она на самом-то деле может быть, то есть, дать ей по-настоящему реализоваться. Ну и здесь… А что куда возвращается? Смотри, что куда возвращается? Время в самого себя. Время нелинейное. Представление о том, что прошлое было как какой-то историографический процесс, это определенная человеческая иллюзия в силу того, что человек пытается рассматривать действительность не в ключе наличного, а не в ключе экзистенциального. то есть, нелинейность времени говорит, ну, говорит о том, что человек способен быть во времени только как в вот, только как в нынешнем, но человек воспринимает мыслительно, обдумывая историю своей жизни, он обдумывает ее так, что нет, я был в прошлом, я есть сейчас, я буду в будущем, но того, что он был в прошлом, это только то, что он мыслит на сегодняшний день, как тот, кто есть, как бытийствующий, грубо говоря, человек может быть только вот, но человек не хочет и по определенным причинам, которые, опять же, в бытии и времени разобраны, человек не хочет войти в ситуацию, когда он будет только в нынешнем. А вообще у Ницше есть определение категории и времени? У Ницше практически нет определений категорий, вот в чем проблема. Вот, собственно, определение категории это работы тех философов, которые действительно стремятся к системности. Ницше не стремится к системности, он стремится к метафоричности и символизму, но тем не менее, Хайдеггер констатирует, что система у него была, просто он ее не выразил, и поэтому, что приходится делать? Хайдеггеру приходится как системному философу за Ницше вот этот весь лирический язык переводить в действительно определенные категории. Соответственно, у Ницше категории нету, а вот в комментариях Хайдеггера такая категория есть. Да, ну, я же сказал, что мы будем разбирать комментарии Хайдеггера к Ницше. В общем, даже в том комментарии Хайдеггера к Ницше, почему это названо возвращение того же самого, но возвращение понятно, что, как ты объяснил, это возвращение, что человек в мыслях возвращается в прошлое. Вечное возвращение нет, не так? Ну, закончу вопрос. Вечное возвращение тому, что человек типа все время возвращается в прошлое. Почему возвращение того же самого? Значит, вечное возвращение того же самого не связано с тем, что это не то, что человек возвращается в прошлое мысленно. Вечное возвращение того же самого – это установка. Человеческая установка относиться к факту собственного бытия как к вот. Как к вот происходящему, как к вот к нынешнему. Не я есть, как я был, я был – это всего лишь моя мысль о том, как происходило мгновение вот бытия. Соответственно, вот это вот прошлое и ориентация человека на прошлое блокирует полноценную направленность и ориентацию человека в нынешнее вот. Потому что быть человек может только в нынешнем, но его постоянно сбивают мысли о прошлом, мысли об альтернативном, мысли о мести, мысли еще о чем-то. И таким образом он свою волю, свой бытийный потенциал возвращает вот в эти вот мысли, куда-то в другое место. Соответственно, некой примирительной способностью будет желать вечного возвращения того же самого, как вечного вот. Вот. Вечное возвращение того же самого есть некая метафора. Человек должен научиться хотеть нынешнего в любом его представлении. Как бы оно ни реализовалось, что бы оно ни показало, он всегда говорит этому «да». Что бы к нему ни вернулось, что бы к нему ни пришло, он не обращается через дух мести к этому, а он возвращается через аморфати к этому. Он относится к этому через «да» по отношению к тому, что перед ним является, а то, что перед ним является, и есть, собственно, вот его бытия. Вот приблизительно так. Если будем очень много уходить в реплики, то мы не сможем более или менее системный доклад сделать, а мы же в любом случае после доклада будем обсуждать и задавать вопросы, и все. Ну, если вопрос на понимание, то давай сразу. Но мы еще три концепта должны разобрать. То есть мы сейчас более или менее разобрали волю к власти как метафизический принцип, Вечное возвращение того же самого, как антропологическую позицию человека, в которой он может, ну, определенным образом описали, я же сказал, что по каждому из этих принципов мы сможем сделать отдельный доклад. Ну, еще раз. Как метафизический принцип воля к силе, воля к власти, в качестве антропологической определенной позиции мы сказали о Вечном возвращении того же самого, как принятии нынешнего мгновения в факте его бытия. И, то есть, и о мышлении мы неким образом тоже уже кое-что сказали, о мышлении, которое на данный момент человека запутывает, потому что, ну, запутывает именно в тех позициях, в которых человек мыслит о времени, и мысля о времени, как о прошедшем, направляет свою волю туда, чего не существует. То есть, существует нынешнее, того не существует, а человек туда колбасит волю, делая ее пленницей, собственно, своей человеческой сущности. Значит, уже мы можем даже догадаться, к чему это приходит, потому что так или иначе вот эта вещь выводит сейчас нас на сверхчеловека. То есть, сверхчеловек – это тот, кто понимает, собственно, и осваивает, и способен приобщиться вот к этим вот принципам воли к власти и Вечного возвращения того же самого. Вот это и есть переход, да, то есть, вот этот Übermensch немецкий, который переводится как сверхчеловек, Хайдеггер через это Über, Über – это вообще через, да, выводит на понятие Übergang, переход, то есть, сверхчеловек, Übermensch – это тот, кто делает Übergang, Übergang – это переход. То есть, это не какой-то, нишанский, говорит Хайдеггер, сверхчеловек, это не тот, кто обладает сверхспособностями, или, может быть, он просто противится любому принуждению, или он просто своевольно реализует любые свои какие-то интенции, произвольно приходящие ему на ум. Нет, это не беспредельщик. Übermensch – это человек, совершающий определенный переход. Определенный переход к другим антропологическим позициям, которые, собственно, есть в его сущности. Эти антропологические позиции, они характеризуются изменением отношения к бытию и мышлению. К бытию как к отношению к времени и мышлению, которое, опять же, преобразуется в рамках трансформации отношения человека как к факту собственного бытия, к собственному бытию. Значит, очень показательно, что в работе «Воля к власти или силе как искусство» Хайдегер говорит, что три основных позиции Ницше имеют следующую взаимосвязь. Воля к силе и вечное возвращение того же самого, как переоценка всех ценностей. То есть здесь вот разные союзы. Воля к силе и вечное возвращение того же самого – это то, что и производит переоценку всех ценностей. Это как переоценка всех ценностей. То есть он говорит о том, что если человек понимает два предыдущих и как бы реализует две предыдущих позиции, то переоценка всех ценностей происходит сама собой. Не нужно уже деконструировать культуру. Не нужно, то есть, грубо говоря, можно сделать такой вывод, что сверхчеловеку деконструировать культуру уже не нужно. Он уже относится таким образом к факту бытия, к себе, к всему сущему, что ценности у него уже переоценены. Он уже не живет в рамках тех старых ценностей, которые Ницше пытается деконструировать посредством проекта нигилизма. И к нигилизму мы снова, мы еще вернемся. То есть переоценку всех ценностей, опять же, это некий концепт, который можно снова-таки разбирать на целый доклад, потому что он обладает таким огромным количеством различных ответвлений, в каждой из которых можно углубиться, что такое культура, что такое политика, что такое все остальные вещи, искусство, которое Ницше разбирает, критикует и так далее. Но в принципе нам это в рамках нынешнего доклада не нужно. Почему? Потому что вот эта фундаментальная переоценка ценностей, то есть освоение вообще другого отношения к действительности, Хайдеггер утверждает, что это происходит естественным образом, на основании воли к власти и вечного возвращения того же самого. то есть тот, кто способен, то есть, собственно, тот, кто движется в этом направлении вот этих вот новых позиций, переоценки ценностей, новых ценностей, это и есть тот, кого Ницше называет Ubermensch. И, собственно, проект нигилизма, по которому, я думаю, вот мы действительно сделаем еще один доклад, может быть, следующую субботу, может быть, через субботу, для того, чтобы разобрать более детально, что это такое, что это за явление, какое отношение это явление нигилизм, европейский нигилизм имеет вообще к философскому вопрошанию как таковому, где место нигилизму в всей философии, ну, всей исторической философии, что такое проект переоценки всех ценностей в рамках нигилизма, что такое обесценивание, что такое новые ценности. Вот это мы разберем отдельным докладом, но факт того, что, собственно, это движение в некую новую форму человеческих отношений, осуществлять которые способны те, кого Ницше называет Ubermenschen, вот эти вот сверхлюди. При этом у Ницше есть, вот так говорил Заратустра, концепт Let's the Mansion, последние люди, есть Heuremenschen, высшие люди, и каждый из вот этих вот вещей Ницше, ну, описывает их, Хайдеггер их определенным образом анализирует, и вот неминуемо, хоть эти Let's the Mansion, хоть Heuremenschen и так далее, но Ницше видит в них определенную, ну, описывает их так, что человек это то, что должно быть преодолено, да, человек это то, что должно превзойти. То есть, грубо говоря, судьба человека – это именно выход вот в это пространство сверхчеловеческого, выход в пространство Ubermenschen. При этом Хайдеггер очень редко использует какие-то метафоры, или очень редко, у него язык вообще принципиально другой, или очень редко даже наводит какие-то иллюстративные примеры. Тем не менее, что значит, что зовется мышлением, Хайдеггер употребляет метафору, говоря о том, что сверхчеловек, Ubermensch, это Цезарь с душой Христа. То есть, с одной стороны, могущественный, и вот этот вопрос могущества у него там, или мощности, или силы и так далее, у него присутствует во многих описаниях, то есть, это вот то, что характеризует Цезаря. С другой стороны, с душой Христа, то есть, мы уже описали, что сверхчеловек невозможен в рамках концепции духа мести. Дух мести – той концепции, которая является лучшей мыслью человечества на сегодняшний день, и вокруг которой человек построил все свои социальные практики. Соответственно, человек, сверхчеловек лишен мести. Он не просто обрел какие-то силы для того, чтобы теперь, может быть, реализовывать дух мести, или волю к власти, или какую-то политическую власть еще сильнее. Нет, та же самая политическая власть – это хрестоматийно основывается на том, что Ницше назвал дух мести, на вот это проповедование равенства, на уравниловке. Соответственно, это никак не может быть. Властный человек – это не сверхчеловек. Сверхчеловек – это цезарь с душой Христа по метафоре Хайдеггера. Хотя, конечно, мы здесь взаимоотношения христианства и Ницше, они очень контроверсионные и противоречивые. Может быть, мы когда-нибудь разберем, что Ясперс на этот счет писал. У него есть работа Ницше и христианства, в которой, если просто двумя словами сказать, он отмечает, наверное, все позиции, где Ницше положительно отзывается о христианстве, но говорит следующим образом, что негативные проявления настолько превалируют, негативные высказывания о христианстве у Ницше настолько превалируют, что позитивные, собственно, там теряются. Их иногда даже очень сложно найти. Поэтому мы просто на этом пока остановимся. Значит, но просто через эту метафору я попытался немножко больше раскрыть, какова сущность сверхчеловека в том смысле, в котором Хайдеггер комментирует Ницше. Единственный нюанс, который все-таки, не знаю, может быть, уже информации чересчур много, но все-таки, который принципиально хочется прояснить еще в рамках этого доклада, это почему Хайдеггер все-таки утверждает, что Ницше остается на метафизических позициях, а именно формирует новую метафизику. Я два слова уже об этом сказал, но тем не менее еще кое-что. Хайдеггер говорит о следующем, что Ницше действительно называет себя антиметафизиком. Ницше действительно борется со всей традиционной метафизикой, но, говорит Хайдеггер, Ницше борется с метафизикой как с тем, что называют «übersinnliche». «Übersinnliche» — это сверхчувственное или сверхъестественное. То есть метафизику Хайдеггер описывает следующим образом. Метафизика — это вопрошение человека о собственном бытии. Вопрошение человека о бытии, когда этот вопрос разрабатывается, тематизируется до некой области, которая в итоге потом называется метафизикой, некой области знаний. Человек, будучи в неком шоке от того, что он есть, — это достаточно страшный вопрос, который может вызвать определенный экзистенциальный ужас. Потому что нужно ответить не только обнаружить, что я есть, а еще и ответить самому себе, а как мне следует быть, а как мог бы я быть, а как мне должно быть и так далее. Это вопрос свободы, вопрос экзистенциального ужаса. Хайдеггер говорит, что человек тогда нашел, опять же, это по версии Ницше, нашел определенные сверхъестественные и сверхчувственные объяснения с факта своего бытия. То есть он нашел некие потусторонние структуры, которые являются гарантом бытия нынешнего, бытия земного. И эти же гаранты сверх, ну, потустороннего, они являются и тем, что определяет систему ценностей и систему координат вот этой нынешней жизни. То есть, грубо говоря, метафизику он критикует как платонизм и христианство. Ну, если вот такие наиболее взять фундаментальные. А при этом христианство он называет платонизмом для народа. То есть, что платонизм, он достаточно сложный, он там через мир идеи объяснил, что есть некое сверхъестественное, которое является прообразом нынешнего, посюстороннего, и поэтому оно есть гарантом, мы должны к этому свериться. А христианство объяснило то же самое, только проще. И народ смог это все принять. Есть мир небесный и так далее, который является прообразом. Человек рано или поздно туда попадет, или попадет туда, где плач и скрежет зубов. Но, по крайней мере, метафизика объясняется сверхъестественным, сверхчувственным, в котором и есть вот эти прообразы, которые есть гарантами нашего нынешнего земного существования, наших ценностей, наших устремлений, нашего всего остального. И в этом смысле, говорит Хайдеггер, Ницше бесспорно антиметафизик, потому что он деконструирует все вот эти вот вещи о сверхъестественном, потустороннем. Но с другой стороны, говорит Хайдеггер, тогда, когда человек деконструирует все представления о сверхъестественном, для него ценности исчезают. Окей. То есть это может быть даже как психологическое состояние. Человек, живя психологически, потихоньку разочаровывается в смыслах, которые он для себя определил на эту жизнь. Оказывается, он там вырастает, растет, смыслы оказываются чем-то уже игрушечным, чем-то неактуальным, он оказывается в пустоте. Но один вопрос смысла и цели, а другой вопрос некие структуры, в которые он верит, которые являются смыслонаполняющими, которые являются основанием его действительности. Человек живет и там утрачивает веру, это опять же там как психологически просто, то есть что-то его воодушевляло, а потом с временем оказывается, что это уже не актуально. Человек утрачивает смыслы как по отношению к своим целям, так и по отношению к основаниям, в которых эти цели в частности были укоренены, к чему-то сверхъестественному, которое придает смысл его жизни. То есть в принципе человек разочаровывается даже в любых представлениях о правде и истине, которые в какой-то момент его жизни для него актуальны. Неминуемо приходит новый какой-то период времени, когда все вот это вот нивелируется, и это присущее человеку психологическое состояние. И Ницше подчеркивает это. И говорит, мы так или иначе разочаровываемся во всех этих вещах, но Хайдегер говорит, в момент полной обесцененности, в момент полного утрачивания смыслов, мир все же не перестает существовать. Человек не перестает быть, и человек не перестает быть в мире. Пусть это мир полностью обесцененный и обессмысленный, но вопрос «Я есть?» продолжает стоять на повестке. Соответственно, если человек продолжает быть в любой своей психологической действительности, и при этом способен, будучи мыслящим, задавать вопросы «А как я есть?», соответственно, само бытие и само вопрошание о бытии не нивелировалось. Нивелироваться могут все ценности, все смыслы, все что угодно. Но бытие и вопрошание о бытии всегда остается фактичностью человеческого существования. Соответственно, если мы возвращаемся к тезису, что метафизика есть тематизация вопрошания человека о бытии, до тех пор, пока человек, будучи полностью нивелировав все ценности, продолжает задавать вопросы, он есть, и он все равно формирует некую новую метафизику. Все равно он продолжает задавать вопросы о бытии, и задавая вопросы о бытии, так или иначе, он выйдет рано или поздно на некие новые ориентиры, некие новые ценности, и произойдет формирование ценностей новых. Соответственно, Ницше, который является антиметафизиком, по версии Хайдегера, в смысле уничтожения, деконструкции метафизики, как сверхъестественного, метафизики, основанные на сверхъестественного, выходят в пространство исключительно естественного, исключительно вот данного, исключительно как бы непосредственного отношения к факту бытия без каких-то еще дополнительных объяснений вот этого посредством потустороннего, он не выходит даже в пространство посюстороннего, потому что нивелируя потустороннее, посюстороннее тоже уже не может быть, и оно не может быть посюсторонним по отношению к чему-то, чего нет. Это просто другое уже измерение, Это просто, где нет ни потустороннего, ни потустороннего, здесь просто есть есть, просто есть быть. И в этой ориентации на быть, он, собственно, продолжая мысль о том, как он есть, он формирует новую метафизику. Соответственно, Ницше, считает Хайдегер правомощно, может называться все-таки метафизиком, и метафизика его основывается на концепции воли к силе, Дервилец о Махт, как бы его ни переводили, которая, собственно, и является, как мы уже зачитали, где мы это зачитали, в этом отрывке рекапитуляция, становлению придавать характер бытия, вот высочайшая воля к власти. То есть, новая метафизика основывается на этой воле к власти, а это значит становлению придавать характер бытия. То есть, по сути, вот определенным образом быть. Что же примечательно все-таки здесь, что Хайдегер уже, развивая эту мысль, он говорит о том, что все-таки без преодоления нынешнего мышления невозможно вот этот переход в «Üбермэншлихе», в сверхчеловеческое. То есть, мышление есть то, что заставляет волю двигаться не в том направлении. Мышление, нынешнее человеческое мышление, которое чрезмерно нацелено на внешний предмет, а не на некую экзистенциальную аналитику, на прояснение условий собственного бытия. Человек пытается всеми силами прояснить условия собственного существования в предметной действительности, вместо того, чтобы экзистенциально-аналитически разбираться со своей герменевтической ситуацией, с тем, как он есть, не так, как он существует и практикует, а то, как он есть. И вот это, собственно, и есть то, о чем человечество забыло. Но это мышление осуществляет, по версии Хайдегера, человек. Так вот, преодоление нынешнего мышления, собственно, есть неким условием того, чтобы иметь возможность прояснить, что есть такое, ну, вот, это новая метафизика, которая основывается на воле власти. Но, с другой стороны, это невозможно без изменения отношения к факту бытия, как вечного возвращения того же самого. То есть здесь вот Хайдегер любит употреблять это слово, это как бы одновременно возникающее. Говорит, что вот западная традиция, она завела туда, что мы всегда хотим увидеть первопричину, вторую причину, третью причину, четвертую причину. Он говорит, не, а есть вот такие экзистенциальные феномены, которые возникают равноисходно. Соответственно, бытие и мышление мы не можем сказать, что нужно относиться по-другому к бытию, а тогда будет по-другому мышление, или мы должны начать по-другому мыслить, и тогда мы начнем по-другому относиться к бытию. Не, сори, вот это вот, возвращаемся к тезису Парменида, бытие и мышление это нечто, что вот для Ихюршпрынглей. Значит, это просто важный момент, который я хотел подчеркнуть относительно изменения мышления, и этому Хайдегер посвящает работу, что зовется мышлением, которую мы, кстати, когда-то уже разбирали, и, может быть, когда-нибудь вернемся еще раз ее разберем, если это будет интересно в рамках дальнейшей проработки этой темы. А я думаю, что такая дальнейшая проработка будет интересна. Почему? Потому что можно еще разобрать отдельные труды, отдельные труды, ну, потому что я же говорю, я сделал определенную такую сейчас сборную, чтобы просто ввести в проблематику. А можно разобрать отдельно европейский нигилизм, отдельно вилетсумахтальскумст, отдельно васхайзденкин, то есть вот, и тогда, ну, намного больше прояснить эти позиции. Я бы хотел бы закончить доклад, у нас как раз час двадцать примерно прошел, да, мы хотели в час двадцать закончить доклад и дальше перейти к обсуждению. Хотел бы закончить тем рефреном, на который сам Хайдегер ссылается в работе «Кто такой Ницшанский Заратустра?» Он ссылается на, значит, фразу, которая опубликована посмертно в работе Вилетсумахт Ницшанской, которую он не успел закончить. Он говорит очень краткий, на самом деле, опять же, не свойственно Хайдегеру, он любит больше объяснять, но рефрен, который Ницше написал, звучит таким образом. «Лишь любовь должна судить», в скобках, «созидающая любовь, которая саму себя забывает над своими творениями». То есть это некий еще один подчеркивание того, что если на сегодняшний день судит только дух мщения, то, собственно, что должно судить, вот выплывает, собственно, из этого рефрена. Вот, я думаю, что, ну, действительно, достаточно интересно было бы еще и разобрать со временем потом и Ясперсовские мотивы, в частности, вот, мотив Ницше и христианства, и вот эти вот противоречивые, абсолютно сложные, такие экспрессивные взаимоотношения Ницше и вот того посыла, который, собственно, в христианстве изложен. Хотя, краткую цитату Ясперса давайте я все-таки наведу, раз уж такое дело, в работе Ницше и христианства. Ясперс говорит, что вражда Ницше с христианством как с действительностью, то есть как с культурой, как с институцией и так далее, неотделима от связи Ницше с христианством как с требованием. То есть, и Ясперс говорит, что Ницше – это человек, который противостоит христианству из христианских побуждений. То есть, он говорит, что ему необходимо… Он понимает требования христианства к некому другому человеку, к человеческой действительности, где любовь должна судить. Но, с другой стороны, он понимает, что то, что превратила культура, религия, цивилизация, вот эта западная, из вот этого вот требования, то есть, в какую действительность она это превратила, вот эта катастрофа, которую нужно уничтожить. И он очень достаточно умело и яро все это уничтожает. Вот. Но это уже в другой работе. То есть, я думаю, что мы приходим просто к тому, что для того, чтобы действительно адекватно теперь разобрать эту тему, которую мы более или менее вот так вот проявили в рамках этого доклада, нужно идти по каждой из вот озвученных тем. Все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok